Молодежь должна быть и будет услышана. В Наринмаре состоялась межрегиональная конференция «Молодежь и общество. Время перемен», посвященная развитию молодежного парламентаризма в России. Организатором мероприятия выступила Общественная молодежная палата при собрании депутатов Неницкого автономного округа. Участие в конференции приняли представители молодежных палат, депутаты, представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и общественных объединений, а также преподаватели и студенты учебных заведений. Сегодня в Неницком автономном округе молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет составляют почти четверть всего населения. И окружные власти заинтересованы в том, чтобы они были максимально вовлечены в экономическую и политическую жизнь региона. Об этом в ходе конференции заявил спикер регионального парламента Анатолий Мяндин. Молодежь задает тон по некоторым вопросам, по тем вопросам, которые волнуют сегодня наше молодое поколение. И мы всегда слышим их и прислушиваемся к ним. Были некоторые идеи, предложения, которые сегодня воплотились в закон или изменения в закон, и они приняты окружным собранием. Но, на мой взгляд, не совсем достаточно в плане законодательной инициативы идет от молодежи сегодня. Поэтому вот эта нынешняя конференция сегодня дает возможность уже на более высоком уровне обсуждать и принимать те решения, которые сегодня волнуют нашу молодежь. Роль своеобразного проводника молодежи в мир политики на протяжении 10 лет исполняет Общественная молодежная палата при собрании депутатов Ненецкого округа. Задача нового состава региональной молодежной палаты – сделать эту площадку еще более эффективной. Не бояться отстаивать интересы молодежи, а главное – проявлять законодательную инициативу. Молодежный парламент – это мост между органами законодательной власти и молодежью, потому что как иначе управлять молодежной политикой, развивать ее, не зная нужд и интересов молодежи. Востребованное образование, трудоустройство, жилье – вот основные вопросы, которые сегодня волнуют современную молодежь. По мнению депутата Государственной думы Сергея Коткина, то законодательство, которое сегодня регулирует вопросы молодежной политики, серьезно устарело и требует срочной реформации. Прежде всего, что я имею в виду, общаясь с молодежью окружной, с жителями округа, это, безусловно, нужен закон, нужна государственная молодежная политика, это однозначно. Кроме того, нужно менять трудовое право. Сегодня молодежь, выходя с учебных заведений, с высшего и среднего звена, не может найти работу, не имея опыта. Значит, нужно искать механизмы трудоустройства молодежи, искать какие-то новые подходы и менять законодательство в этом плане. Кроме НЛО, нужно менять жилищное право. Сегодня молодежь должна иметь возможность приобрести квартиры, жилье по той цене, которые не могут это сделать. Но сегодня, к сожалению, государство такую возможность молодежи не предоставило. В работе конференции участие принял и губернатор Неницкого округа Игорь Кошин. Глава региона рассказал активистам молодежного парламентского движения о социально-экономическом положении региона и о стратегических планах его развития. По выступлению главы региона были затронуты основные принципы работы органов власти в период падения цен на углеводороды. Игорь Кошин рассказал собравшимся об основных стратегических планах региональных властей. Они нацелены на повышение качества жизни граждан и раскрытие потенциала округа для всей страны. Вам сегодня по 20-30 лет и за вами будущее. Но строить будущее, понимая картину настоящего, я уверен, что вам будет гораздо проще. И как сказал один из классиков, я оптимист и не вижу особой пользы быть чем-то еще. Участники мероприятия обсудили актуальные для молодежи вопросы, в том числе о законодательной поддержке волонтерского движения, развитии молодежного предпринимательства и активизации работы с сельской молодежью. По итогам работы конференции принята итоговая резолюция, в которую вошли конкретные предложения по совершенствованию молодежной политики в регионе и предложения для молодежного парламента при Госдуме Российской Федерации. Резолюция будет размещена на официальном сайте окружного собрания депутатов.